В 1942 году, мне исполнилось 17 лет, 27 августа, отца положили в больницу, мы остались вдвоем с матерью. Мать работала санитаркой в роддоме. Когда она пришла с работы, в ночь дежурила, пришла со следами, сообщила, что обратно только отправили на фронт. Тут она приходит, сообщает, что отец умер, она остается одна дома. Конечно, слезы, плачут, а мы дети, понимаете? Оттуда от нас ходил мотовоз по узколе дороги, вагончик был позарылся. Мы на этот вагончик наверх залазим, лазим, смеемся, поедем Гитлера бить, убивать поедем, радовались вот так. А родители, которые помогали, все со слезами сидят. А мы радуемся. Пацаны, чего там? А 10 января 43-го года меня призвали в армию. Мне было 16 лет и 4 месяца. По 20 человек нас в вагон погрузили и повезли со мной взять нитки, иголку, бумагу, ручку там, все это. И на три дня питания. Везли нас с Ташкента до Новосибирска трое суток. Что у нас были, мы питались. Вот. А только с Новосибирска нас повезли на Дальний Восток. Вот. Ехали там почти что месяц. Приехали туда, на Владивосток, вторая речка. 156-й запасной стрелковой полк. Там нас разгрузили, повели в баню. В баню помыли, в другую комнату вывели. Дали кольцовую рубашку, одели. Вот. И брюки, гимнастерки. Это все БУ старые, стиранные. В месяц карантин кормили два раза в сутки, потому что пополнение очень большое было. А кормили суп фасолевой и кашу фасолевой, и вяленые рыбы, горбуша вареные. Вот это все питали. И 200 грамм хлеба. Когда карантин кончился, офицеры приехали, стали набирать пополнение. Я попал в 548-ю команду. Это был 548-й артиллерийский полк. Я стоял в карауле у знамени полка. В 12 часов меня сменили. Я пришел в расположение, где земля, это палатка была. Ну, тут светло стало. Ракеты летят, свет такой. Кончилось это, расцветало. А ночью шел сильный дождь. Здесь как раз к этой высоте, куда мы должны быть идти, тут было болото. А эти саперы носил, делали босс. Мы это поднялись наверх, на сопку туда. Уже встречались наши ребята, пехотинцы. У кого рука перевела, у кого голову ранены. Когда наверх поднялись, там уже 5 человек лежали палатками на крыле. Убитые. Страдали цельгой. Ели сыщий шеснок. Потом куриная слепота началась. Стали нас поесть этими пекарскими дрожжами. По стакану давали. И в коптерке, где ты сам их родилась, там коптенарбус взял трехлитровую баньку, наложил дрожжей, сахару, и сделал, как не самогонку, а бражку. И вот, когда эта война кончилась, мы к нему пришли и эту бражку пили. Радовались до смерти. Были очень рады. Потом мать пишет мне письмо, что корова была. Что делать, хочу корову продать. Я ей советую, мама, не продавай. Позови кого-нибудь из девушек, чтобы она тебе помогала. Будешь корову, молоко будет, жить будешь. И она так и держала. И вот она с этой коровой так и прожила. Вот такая жизнь у меня получила.